Всем привет, ребята, с вами, как всегда, я, Ксюша, и, как вы знаете, я иду в 10 класс, и я думаю, почти во всех школах, да и, в принципе, как бы после школы кто-то из людей заканчивает 9 классов и уходит там, ну, в колледж или куда-то ещё, кто-то остаётся в 10, и даже те, кто остаётся в 10, то их как-то формируют по подразделениям, там, по профилям каким-то, например, там, информатика, математика, СУЗГУМ и так далее, вот, либо же просто объединяют в какой-то класс, и, как правило, там есть обычно новички какие-то, их очень много, и даже кто уже давно учился в школе, например, как я с 1 класса по 9, и я пошла в 10, для меня всё равно будет сложно влиться в коллектив, потому что там людей, с которыми я прям, ну, хорошо общаюсь, таковых мало, и поэтому я хочу поговорить с вами сегодня именно на эту тему. Именно поэтому я сегодня подготовила для вас 10 правил, как выжить в школе, выжить в новом классе, в общем, как влиться в чей-то коллектив, мне кажется, эти правила подойдут абсолютно под любые какие-то действия, будь то вы вливаетесь в новый класс в школе или переходите в новую школу, просто начинаете общаться с новыми людьми и приходите в их компанию, потому что, ну, мне лично кажется, что они самые такие оптимальные и лёгкие, которые легко соблюдать. И первое правило, которое я считаю соблюдать очень легко, и мне кажется, оно самое важное, это быть доброжелательным, потому что я считаю, что доброжелательным, в принципе, нужно быть всегда, и даже, ну, несмотря на то, переходишь ты в новый коллектив или остаёшься там, потому что если ты будешь вот так смотреть на человека и улыбаться ему, то я думаю, у человека, по любому мнению, будет складываться о тебе наиболее хорошее, он будет думать, что ты, ну, какая-то добренькая, если ты там улыбаешься или что-то в этом роде. Поэтому просто улыбайтесь всегда и будьте настроены агрессивно. Второе правило — это не быть высокомерным, то есть не нужно приходить в новый коллектив или, там, в школу сильно-сильно уверенно, потому что, ну, в моей жизни были такие случаи, когда к нам в коллектив, например, вливался человек, и вроде бы, ну, как такое стоит, вроде, улыбается, всё хорошо, но при этом потом, когда, ну, типа, начинают, человек начинал дружить с кем-то, то начиналось, типа, «А я пришла из той школы, там было лучше, вы тут все такие вот беспонтовые, омерзительные, там просто множество ещё различных слов, что ещё?» А, начинают также хвастаться, например, каким-то, с какими-то своими финансами в семье, говорить в открытую то, что «мы вот богатые, не такие, как вы», хотя при этом, ну, часто так оказывается, то, что в классе есть люди даже, ну, если страйкивать такую тему побогаче или... Ну, я считаю вообще, что в классе все равны, типа, вот это хвастаться «мои родители, там, чем-то, чем-то работают, мы богаты, у нас там дома что-нибудь ещё есть», это просто, это ужасно, я, ну, не считаю, что нужно вообще про что-то говорить, про себя, ну, в плане вот такого вот, какого-то там положения материального, потому что такое, как правило, всегда отпугивает людей, начинают уже от тебя думать, типа, «ты такая хвастунья, у тебя деньги на первом месте, и, как бы, дружба с тобой может не получиться». Отсюда вытекает третий пункт, почему не нужно быть высокомерной, потому что, как правило, когда, ну, высокомерные люди приходят в школу, если бы мы даже поставили перед собой цель, что «да, всё, приду, буду держать, там, планку выше всех, не буду с кем общаться, там, ну, например, пришли в десятом, не учиться, там, два года всего лишь осталось, там, ну, чё такого-то». Обычно более адекватные и нормальные люди, назовём это так, ну, например, те же девочки, отворачиваются от них, и, ну, как бы, общаются с какими-то другими, такими же адекватными людьми, а вот эти вот высокомерные цепляются за тихонь, которые, ну, прям, правда, такие тихие-тихие люди, которые сидят, никого не трогают, они начинают с ними дружить, и эти тихонь вроде бы начинают радоваться этому, то, что появился человек, который наконец-то со мной общается, типа, там, создаётся впечатление, что правда дорога этому человеку, но в таком случае высокомерные люди просто используют этих тихонь, потому что, опять же, я видела такой случай в жизни, даже со мной было, я когда-то была тихой, прям очень тихой, меня точно так же использовали, это... И тут просто нужно понять то, что вот эти вот высокомерные будут просто использовать их тихонь, то есть я не буду считать их какими-то там подругами, ну, может, ладно, знакомая даже подруга будет, но это будет такая подруга, которая будет бегать за этой высокомерной, будет ей там как-то прислуживать, не прислуживать, там, делать всё, что она скажет, если она скажет, пойдём туда, это туда же самое первое побежит, и, ну, это ужасно же. И это будет проходить исключительно между двух человек, ну, или же, там, трёх, в этом случае две тихой не будут, но таким образом ты никогда не вольёшься в коллектив, где нормальные ребята, ну, адекватные, которые пытаются общаться со всеми хорошо, у тебя просто это не получится, если ты пущешься конъектно. Следующие два пункта, четвёртый и пятый, связанные с внешним нашим видом, и четвёртый пункт, это то, что не нужно быть неряхой, не нужно ходить какой-то там в грязной мятой одежде, вот с такими просто волосами, там, с пучками различными, ну, если вы делаете пучок, то делайте аккуратно. Конечно, небрежность в моде, но не прям такая супружская небрежность. Нужно чистить зубы, следите за запахом изо рта, запаситесь жвачками, чтобы они вот в себя валялись в сумке, ну, как бы, я думаю, вы понимаете зачем. Просто следите за собой, и тогда люди к вам потянутся от одного вашего внешнего вида. Если вы, например, краситесь, то красьтесь аккуратно, то есть не допускайте таких возможностей, когда, например, девочки любят наносить хайлайтер, и у вас весь нос блестит, и больше ничего не блестит, и потом это все вот сюда, тени какие-то опадают, это ужасно смотрится, совсем неаккуратно. Лучше используйте косметики по минимуму, если вы не знаете, как ей пользоваться. Например, как я, у меня просто тональник, тушь и бровь, и все, больше у меня ничего нет, потому что я не умею ей пользоваться. Поэтому нужно, как бы, все-таки следить за собой, включать мозги в этом плане. Если вы будете неряшливые, то, опять же, к вам просто никто не потянется. Думаю, что, ну, люди просто не захотят подойти к этой самой новенькой, которая будет такая вся неряшливая, и не захотят заводить с ней знакомство. Ну и, следовательно, пятый пункт, это нужно следить за собой, то есть носить аккуратную, вкусно пахнущую, глаженную одежду, брызгаться духами, чтобы от вас тоже шел вкусный и приятный аромат, как-то следить за своими волосами, может быть, заплетать косички или делать аккуратные хвостики. Если же распущенные, то чтобы они не были одна прям, там, волнистая, другая прямая, третья кудряшка какая-нибудь, нужно, ну, придерживаться чего-то одного. Если же косметика, то тоже наносите аккуратно, в меру, не надо делать, там, красные вот такие губы, выходя за контуры, стрелки до ушей. Это, в принципе, никому не понравится. А вот если, например, ты видишь какого-то ухоженного, красивого человека в плане именно ухоженности, то, конечно, к нему хочется подойти, начать разговор, и это для вас будет в пользу, потому что тогда вы сможете влиться в коллектив. Ну и хотя, как обычно это происходит, встречают по одежде, по внешнему виду, а пробожают уже, ну, обычно по уму, и, то есть, там, по вашей манере общения, какой вы на самом деле человек, и отсюда вытекает шестой пункт, то, что не нужно быть зажатой такой мышкой, которая вот сидит и просто прям ни с кем-ни с кем не общается. То есть, если к тебе подошли, то, да, попробуй как-то начать развивать разговор, хотя я сама бываю очень скромной, я понимаю, как это трудно начать какой-то диалог или что-то в этом роде, но всё равно, то есть, если человек проявляет к тебе какой-то интерес даже в плане дружбы, чтобы как-то, ну, раскачать тебя, узнать о тебе что-то нового, рассказывай, не бойся, типа, в этом ничего такого нет, тем более, если ты пришла в новый коллектив, и тебе, наверное, с этим человеком всё-таки проводить уже, ну, как бы достаточно большое количество времени нужно будет. Следующий седьмой пункт — это не нужно как-то закрываться на уроках, то есть, в плане ответов. Если, например, учитель тебя вызывает в доске, то, ну, есть такие люди, которые не хотят выходить только потому, что не знают материалов, ну, тут лучше выйти и сделать то, что знаешь. Также, если ты просто сидишь и задают какие-то вопросы, ты уверена, что ты знаешь на них ответы, то почему бы не ответить, не поднять руку, и, типа, тем самым тебя могут похвалить, ты вольёшься, как бы, в доверие к учителям, и это же будет для тебя, ну, тоже, в принципе, хорошей такой чертой. Но при этом новым одноклассникам ты покажешь, что ты далеко не какой-то там тупой человек, и запросто можешь ответить на какой-то обычный вопрос учителя. Отчего-то также, можно сказать, вытекает следующий восьмой пункт — это не нужно быть какой-то замучкой, ботаном, помешанным чисто вот на каких-то знаниях в школе. То есть даже если ты, например, хочешь пойти на красный аттестат, чтобы получить его, ну, там, в девятом или в одиннадцатом классе, то не нужно чисто, вот, правда, быть помешанным на учёбе. Например, просто есть такие люди, которые не общаются в коллективе ни с кем, потому что пришли вот ради учёбы, нужно учиться, хочу красный аттестат, все пятёрки, все дела. Вот, либо когда на перемене, например, начинают вот это вот повторять параграф или что-то в этом роде, даже если этого не надо делать, такие люди у меня тоже знакомые были, и как бы, ну, я как-то всегда от них, даже я от них отходила, то есть я вроде бы неплохо в школе училась, но, тем не менее, не была такой вот заучкой. Поэтому не нужно такой быть, если перемены есть, то проведи её с друзьями, просто поговори на какую-то тему. Если да, тема зайдёт про уроки, то поддержи эту тему, то есть как бы не нужно самой наводить вот это вот прям учебное-учебное состояние, потому что, ну, по идее, на переменах все отдыхают, и ты будь такой же. Следующий, девятый пункт — нужно найти общие интересы с одноклассниками, то есть, например, по твоему хобби. Если ты рисуешь, то найди человека, который у тебя в классе тоже может рисовать, и сиди спокойно, типа, обсуждая какие-то там краски, картины или что тебе интересно. Если, например, ты занимаешься каким-то спортом, то тоже найди человека, который занимается этим спортом. Если вам нравится какой-то спорт, например, там, хоккей или футбол, то, подружившись с этим человеком, ты можешь потом сходить на какой-то матч и запросто это всё посмотреть. То есть, будь проще и ищи именно людей по интересам. Ну и последний, десятый пункт, который я подобрала для вас по именно моему мнению, это не нужно как-то кривляться, быть прям смешной-смешной-смешной, там, лезть намеренно к людям, чтобы познакомиться, или провозить с ними время тогда, когда они не хотят этого делать. То есть, ну, как бы не быть навязчивым просто, потому что, ну, такой человек, в принципе, никому не понравится. Люди, наоборот, будут отдаляться только от него, или как-то насмехаться со стороны, если, ну, человек не будет видеть вот этой вот, как бы, неотдачи со стороны коллектива. Поэтому, да, если ты можешь пошутить, у тебя хорошее чувство юмора, пошути, там, одну-две шутки, но не вот так вот их просто прям шути, шути, шути. Этого не нужно пока делать. Если ты потом вольёшься, то запросто это делай. Также не нужно как-то там громко смеяться, визжать, привлекать к тебе какое-то излишнее внимание, потому что это тоже, ну, будут говорить хотя бы о твоей, как минимум, невоспитанности. Ну и, в общем, вот такие 10 советов я вам подобрала. Надеюсь, они вам понравились, и они вам помогут, потому что, если честно, я сама их придерживаюсь вот даже сейчас, в это время, и, думаю, буду придерживаться в школе, когда пойду уже в 10 класс, потому что, ну, не хочу быть в каких-то плохих отношениях с кем-то, эти вот 10-11 классы. Поэтому, если вам понравилось это видео, то поставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. А с вами была Ксюша. Всем пока!